Казак без лошади Казак без лошади Казак без лошади Не получается? Вот то-то и оно Не бывает такого Сначала предполагалось взять только одну лошадь Ну, потом вот буквально мы проплатили финансы за Макея Он еще молодяк такой был Ну и потом тут предложили вот Таркиненскую тику Ну, общее имя тикавое, но сокращенно тики Тика Вот Ну, где один, там и два Ну, а тут получилось, что Была возможность, чтобы у нас постояла лошадь Из лесничества, вот эта Маша Ну, где две, там и три уже Ну, Маша, судя по всему, так прописалась основательно Те старые пословица такая Шуточная, но доходчивая Казак без коня, кругом сирота Ну, то есть пословица говорит сама за себя Прежде чем показать, на что способны скакуны Необходимо их подготовить Как говорят немцы Вычищенная лошадь – здоровая лошадь Чистить ее нужно и до выездки, и после Ну, а чтобы жизнь медом не казалась Дали и мне попробовать Это занятие оказалось действительно не из легких После того, как лошадь вычищена, можно седлать Вот теперь красавица готова Артему Бобицкому всего 10 лет Но уже в эти годы он пытается освоить искусство джигитовки И стать достойным джигитом На вопрос, зачем ему это надо, отвечает легко и не задумываясь Я так думаю, что для казака это важно То, что он вытворяет верхом на лошади, действительно заслуживает восхищения Джигитовка – это разнообразные сложные упражнения на скачущей лошади Первоначально существовавшие у кавказских горцев и казаков Искусство джигитовки тесно связано с искусством ведения конного боя Ведь многие трюки запросто могли использоваться в бою Например, всадник цепляется одной ногой за стреми, обрывается с лошади и тянется по земле, имитируя таким образом смерть А сев задом наперед на шею лошади, можно было отстреливаться от преследователей Вообще же, выполнение трюков улучшает посадку, развивает ловкость, уверенность всадника Казаки никогда не прикрепляли к сапогам шпоры и вообще были против всякого насилия над лошадью Настоящий казачий конь должен обладать выносливостью и бесстрашием Кстати, в старину годовалого казачка в день его рождения сажали на коне и обводили три раза вокруг церкви Если малыш хватался за гриву, то считалось, что он будет хорошим казаком Если заплачет или даже упадет, убьют на войне В пять лет ребенок должен был самостоятельно ездить по двору В семь лет ездить в школу на коне В пятнадцать верхом преодолевать изгородь А в семнадцать ездить стоя на седле Как видим, Артем справился с этой задачей гораздо раньше В десять лет он получил приз за верховую езду среди групп начальной подготовки То есть в десять лет То есть парень завоевал свой первый, говорится, официальный приз по лошадям А знаете ли вы, чем отличается казачья езда на лошади от спортивной? Если спортивная езда предусматривает, значит, в определенной манере держать повод, то есть пропускать То есть прямая спинка, там, значит, стремена То есть внешняя, даже вот если сравнить спортивную езду, внешний антураж, это смотрится очень шикарно, очень красиво Но в то же время для военных действий данная езда не предназначена Только, бога ради, мы не милитаристы, подчеркиваю Просто если уже возрождать традиции казачества как такового, исторический этнос Значит, нужно уделять внимание не только внешней атрибутике, нужно жить этим Манера казачьей езды, она более полурасслаблена, скажем, в плечах Но в то же время ногами они держались очень крепко Второе, казачья езда, в отличие от спортивной, предусматривает управление лошадью одной рукой Подчеркиваю, одной рукой, чтобы вторая рука всегда была свободна для рубки Для какого-то действия, там, рубка, если там саблю переломили, шашку, значит, ногайкой То есть во время револьвера и прочего, вторая рука должна быть свободна Вообще, семья Бобицких уникальная семья Например, Алла Вадимовна раньше патологически боялась лошадей, но очень их любила Зато теперь она уже по казачьей носится с одной рукой наотмашь, без всяких проблем Это единственная женщина в Беларуси, тут я уже схожу с гордостью Которая награждена украинской казачьей медалью Георгия Победоносца Одна из высших наград казачества Украины Именно за возрождение казачества на территорию Республики Беларусь Но с особой гордостью, естественно, говорят о сыне Это даже не бахвальство, не хвастовство Это, назовем так, это гордость за своего сына Вот, опять-таки, есть старое-старое изречение Значит, лучшая похвала отцу, это когда хвалят его сына Но одно дело хвалить просто вот слова, допустим У Артема на данный момент два креста, ну, униформистских креста За то, что он первый, кто был, вот я, жена, ему тогда было 6 лет Значит, делали памятник казакам на территории Беларуси В этой семье удивительное отношение к животным По мнению Игоря Михайловича, человек, который общается с животными Который с животным миром на «ты» становится добрее И никогда не допустит жестокости к себе подобному Я вот заметил, допустим, по сыну У него, скажем, уменьшилась агрессивность по отношению к своим сверстникам Он стал более, скажем, более сосредоточенный, более спокойный И в то же время он стал более трудолюбивый Почему? Потому что лошадь – это не только катание, красивые скачки, получение удовольствия и все прочее Это прежде всего уход за лошадью, знание ее психики, знание ее повадок То есть уборка, чистка То есть это вторая сторона красивой, скажем, картинки Вот такая эта удивительная семья А вообще казаки – люди открытые, сердечные, великодушные Они любят свою землю и природу